Оптимизация бюджетных расходов не коснется основных параметров гособоронзаказа и программы вооружения армии и флота. Об этом заявил сегодня Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Минфина Антоном Силуановым. Президент подчеркнул, что также рассчитывает на решение вопроса с предоставлением военным служебного жилья уже в этом году. Михаил Акинченко продолжит тему. Каждый пятый рубль из государственного бюджета в этом году планируется потратить на оборону. Причем большая часть этих денег пойдет на техническое переоснащение. К 2020 году российская армия должна быть минимум на две трети обеспечена самым современным оружием. Однако в условиях непростой экономической ситуации Министерству финансов и Министерству обороны пришлось еще раз пересчитать необходимые бюджетные затраты. Но в итоге доложили президенту главы двух ведомств, ранее утвержденные планы остаются в силе. Хотел бы вас поблагодарить за то, что несмотря на проделанную работу по оптимизации, удалось сохранить основные параметры гособоронзаказа и программы вооружения. Что чрезвычайно важно для того, чтобы достичь планируемых параметров по обновлению армии и флота. С тем, чтобы к нужным срокам мы добились бы необходимых структурных изменений в обновлении вооружения и военной техники. Глава государства не раз подчеркивал, масштабный план модернизации это не гонка вооружений. Речь идет лишь о поддержании обороноспособности страны на современном уровне. Новое оружие должно прийти на замену старому, срок службы которого истекает. Так, в Красноярском крае готовится уже в этом году провести первые испытания ядерной ракеты «Сармат». Она сменит на боевом дежурстве ракеты класса «Воевода», в НАТО их называют «Сатаной». Обслуживанием этого оружия многие годы занималось украинское предприятие «Южмаш», но рассчитывать на продолжение военного сотрудничества с Киевом пока не приходится. Серийное производство полностью отечественных ракет начнется через 3-4 года. А вот первые 20 новейших танков проекта «Армата» уже в марте поступят войска. Впервые эту пока еще секретную разработку, как ожидается, можно будет свободно увидеть на параде к 70-летию Победы. Одновременно продолжается строительство атомных подводных лодок, ракетоносцев, самолетов, вертолетов и другой техники последнего поколения. В то же время переоснащение российской армии – основная, но не единственная статья оборонных расходов. Социальная поддержка военнослужащих и их семей также в списке приоритетных задач. В первую очередь это касается жилищного вопроса. Сейчас в очереди на получение служебных квартир по всей стране стоят около 70 тысяч военных. И об этом нельзя забывать, напомнил глава государства. Должны быть продолжены работы по реконструкции и строительству новых военных городков. Должны быть решены вопросы, запланированные на этот год вопросы, связанные с предоставлением жилья. В том числе окончательно может быть решен, и я надеюсь на это, вопрос с предоставлением служебного жилья. Имею в виду те предложения Министерства обороны, которые были сформулированы по денежным компенсациям, связанным с поддаемом служебного жилья для офицеров и младшего командного состава. Кроме того, отметил Владимир Путин, будут проиндексированы выплаты военным пенсионерам. Причем это касается не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. Как заявил министр финансов, деньги на эти цели есть. Михаил Акинченко, Екатерина Яровенко, Дмитрий Запарин, Первый канал.